Привет! Эээ, Трибуарн! У вантушечек вышел новый видосян, называется, короче говоря, Талисман Удачи. И смотрю я на превьюху, у него там вместо талисмана утюг. Шикарный талисман, никогда бы я не хотел такой носить. Лучше без удачи, наверное, быть, хотя, забудьте, что я сказал, удача всегда нужна. И даже если реально вот этот утюг будет приносить удачу, я его буду сносить с собой. Правда, не на шее, а в портфеле, хотя бы так будет удобнее. Неважно, сейчас мы узнаем, что там за талисман у них такой будет, да? Ну, а прежде чем я начать смотреть видосян, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Дзен и на группу ВКонтактике. Все ссылочки в описании. А вот теперь давайте глянем ролик, уверен, он будет офигенный, как обычно. Поехали! Короче говоря, талисман удачи. Окей. Это был четвердельник. Четвердельник? Нифига себе. Там вон даже были выделены кружочком оба. Это было особо нечего, потому что я особо ничего и не делал. Ну, как бы, ну, займись чем-нибудь. Надо заняться полезным делом. Давно пора? Пожалуй, прогуляюсь. Прошел улицу. Но для здоровья полезно. Хотя, блин, значит, полезное дело. Прошел район, прошел город, прошел игру. Нифига себе. Я что за играю? Это пап? Да, веселье так и прет. Но тут под ногой нашел сотку. Вот это удача. Неплохо так. Ну, что так мало, конечно. Вот тысяч пять. И такой. Офигеть, пойду потратить. Зачем нашел золотую цепь и айфон? А, подождите, это... А, да, айфон, нифига себе. А можно мне тоже, пожалуйста, такую удачу? Я тоже хочу. За день ты такой хороший. Вернулся домой. Начал шариться по карманам. Ха-ха-ха, ключи просрал. В русских ключей, но не нашел. Блин, я что их потерял, вышел обратно на улицу. И где их искать? Вариантов просто миллион. Я сделал ш... Ну, это, как говорится, карма. Да, нашел телефон, нашел золотую цепь, но квартиру просрал. Совсем, по-моему, неравнозначно. И сразу их нашел. Ах, блин, а я уж понадеялся. Офигеть, сегодня точно суперудачный день. Ну, так ты сначала же их потерял, значит, все-таки немного неудачных. Данулся домой, довольный, начал смотреть телек. Там шли новости. Ведущий сказал, что... Терзанов Ив. Всем романам по ламбе. А... Почему я не роман? Впредь любой человек по имени Рома имеет право получить ламборгини абсолютно бесплатно. Короче, я пошел это, менять имя, да? Чё? Как-то подозрительно, что уладка сегодня. Надо понять причину этого визита. Видимо, хорошо побрился. И парился в карманах брюк. Здесь была всякая мелочевка. Телефон, кошелек, набор инструментов. Нифига себе мелочевка. И маленький волчок. Точно, это просто мой талисман удачи. Я надеюсь, это не отсылка на начало. Если набор инструментов всегда будет при мне... Блин, а я думал реально волчок удачи будет со мной. Почему? Это же ванту. Почему я не подумал сразу про инструменты? Запустил игру на плойке? Да. Постоянно проигрывал? Да чё за фигня? Значит, всё-таки волчок. Талисман перестал работать? А что, если всё-таки талисман? Это волчок. Взял волчок в руки? Проверю-ка. Взял три спички. Одна из них короткая. Перемешал в кепке и закрыл глаза. Вытащил короткую. Работы. Подождите, стойте. Так их можно, блин, как бы всего три. Во-первых, да? Это мало. Во-вторых, ты можешь их себе перетрогать и понять, какая где. Нужно по-другому. Вот так вот их нужно держать и убирать. Эээ, не работает талисман. Всё это пацанова. Таймы, они все тоже были корот... Это как они сломались. Офигеть. Да теперь весь мир в моих руках. Главное никому не передать это чудо. Спрячь его. Желательно подальше. Ванус. Тверь постучал Серёга. Как? Вот это был взгляд. Кто это он? Да ко мне больше никто и не приходит. Ха-ха-ха, Жиза. Я впустил его. Он начал рассказывать, какая у него плохая жизнь. Вчера его облила из лужи проезжающая машина. Вот совпадение. Когда я вчера ехал на... А, это... Это он? Ха-ха-ха-ха. Машин облил какого-то прохожего. Он сказал, что сегодня вообще потерял золотую цепь и... В смысле? А, да? Ифон. Нихрена себе. Вот лошара несуразная. Видимо, ты забираешь всю его удачу у него и... Это неправильно. Отдай, отдай быстро. Но мне прям жутко хотелось похвастаться со своими увезениями. Ха-ха-ха. Так ты же понимаешь, что это ты у него их спер. Я сдержался. Серега предложил поиграть в комп по очереди. Я сказал, что в последнее время мой комп жутко лагает и не тянет почти ничего. Да что здесь с компом случилось? В общем, вроде как. Серега сказал, что есть решение. Он сел за компом. Открыл мой геймс клауд. Это новый сер... А-а-а-а-а. Окей. Так, давайте немножечко матьнем рекламку. У кого будет с клауд на виртуальную геймпадку? Так. Еще подожди. На самом деле, но нет. Не надо. Катко. Все благодаря волчку. Тихо. Там виртуальный геймпад. Офигеть технологии. Вообще капец, я сам офигел. С легкостью выиграл катко. Все благодаря волчку. Серега проиграл и вторую катко. А-а-а, лошара. Надо было дать ему волчок, хотя бы подержать его волчок. А-а-а, волчок. Я выиграл вторую катко, двигая ножку ногой. Серега удивлялся моему... Это омерзители, если честно. Ха-ха-ха-ха. Спустя время я... Это не везение, это просто скилл. Я уже набил пять побед. У Сереги была только одна. Он пошел готовить мне ужин. А я с удовольствием чилил на диване. В дверь снова постучали. Это еще кто? Оказалось, это мой курьер с доставкой езды. Ха-ха-ха. Приготовил ужин? Неплохо, на самом деле, приготовил. Это как это? В каком-то анекдоте. Ммм, какой вкусный салат. Сама купила? Ага. Ты сказал, что мои соседи отказались от заказа и предложил мне его забрать. А, нифига. Че? Так не работает. Это тебе сто рублей. А сейчас так раз и эти сто рублей были на самом деле его талисманом удачи, да? А, нет, подожди, он же их нашел. Ага, блин, ладно, значит, я не точно. Рассказал обо всем Сереге. Он обрадовался, что не придется готовить. Вы же, мы принялись наедаться от вуза. Блин, обожаю KFC. Нельзя. А-а-а, хочу. Я был так счастлив, что все-таки решил рассказать о своем талисмане удачи Сереге. Показал ему волчок и сообщил, что когда он при мне, удача сопутствует во всем. А, не хочешь ему сказать то, что ты нашел его цепочку и его телефон? Нет, не совсем, и то, что это ты его облил водой. Не, не, офиге я на другую. Сереге загорелись глаза. Я приготовил огнетушитель. Сереге рассказал, что иногда потерял этот волчок. А теперь оказалось, что он у меня. Нифига себе, так. Не потребовал его вернуть. Наверное, не стоит верить Сереге на слово. Я бы тоже не поверил, сказал, ты просто завидуешь мне и хочешь у меня его отобрать. Так что, фиг тебе, раньше ты мне его не показывал, поэтому иди-ка ты дальше. Он занимался. Рассказал, что именно после того, как потерял его, и начались все эти бесконечные неудачи. Меня это мало волнует. Я отдам тебе, конечно, твое, но волчок, то я заставлю себе. Что ж, звучит убедительно. Нет, не убедительно. В солидарности я предложил Сереге каждый день передавать талисман другу. И до завтра отдал его ему. Он радостный ушел. Как только это... Мне кажется, он тебе не отдаст его. Произошло, у меня разболелась голова. Затем разболелся живот и вообще все тело. Потом я... Это, видимо, удача вся резко ушла. Сначала такая, она наполняла его, забирала всю боль, а потом ушла и такая... Хрен с тобой, болей дальше. Ты случайно сжег утюгом свою любимую рубашку. Приготовленный салат получился отвратительным. А зачем ты его готовил-то? На пике кошмара в момент важный кадр для меня... Вырубилось электричество. Да что... О, это вообще неприятно. Блин, но у меня такое бывало. И не только с игрой. С записью! Я записал видос. Минут на 20 уже. Оставалось еще полчаса. И выключается комп. Это было неприятно. Я стал звонить Сереге, чтобы он приехал назад, но он не брал трубку. Ну потому что он забрал свою удачу и все, нахер ты ему сдался. В общем, у меня и вовсе сел телефон, а шкаф телепорт отказывался работать без электричества. Пойти на Сереге пешком. Но как только собрался выйти из дома, очень сильно подвернул ногу. Это было невыносимо. Бедняга, мне его так жалко. Надо было рассказывать ему о моем талисмо... Не надо, было 100%. Я лег на диван и заставил себя не шевелиться. Но резкий звук из ванной заставил меня встать. Не понял, это... Вода протекает. Та из унитаза поднялась кверху и ужалилась через край. Каким образом? Это мой страх номер один. Я не знал, как это остановить. Страх номер один. Как вообще можно бояться того, о чем даже не подозреваешь? Типа, что... Как будто это каждый день случалось. В дверь спасительный стук в дверь. Это был Серега с выигрышным лотерейным билетиком и кучей денег. Деньги, давай мне, пожалуйста. Мне нужно теперь починить канализацию, починить себе живот, починить себе компьютер и все остальное починить. Это все из-за тебя. Я попросил его дать мне талисман. В ту же секунду вернулась. Электричество больно. Прошла, вода всосалась. А Серега деньги потеряет? Прошла обратно в унитаз. Сама всосалась. Я даже не представляю, как это работает. Я расцеловал свой любимый волчок. Сказал, что больше никогда не выпущу его из рук. Но тут у Сереги пропали... Куда они делись? Я не понял. Все выигранные деньги. Он стал орать на меня. Я стал орать на него. Каждый из нас требовал волчок в собственное распоряжение. Давайте просто вы его утопите и все будет хорошо. Так продолжалось полчаса. После чего, скрипя сердце, мы приняли решение уничтожить талисман. Так и надо. Реально. И жить как раньше. Мы положили его на пол. Серега взял молоток и раз... Почему он там лежал? Шмахнувшись, ударил по талисману. Что случилось? Слушай, Ром, ну так правда будет лучше для всех. Он сломал ему ногу? Да, Серега, полностью с тобой согласен. Так. Он, наверное, дал ему не тот волчок. Только надо было по-другому говорить, а не минуточка. Май прэшес. Хорошо, что я успел поговорить от тебя. Кому тебе не отдам? А в следующем ролике он превратится в маленького лысого чувака. Короче говоря, талисман удачи. Друзья, вы наши талисманы удачи. Подписывайтесь. А продолжение-то будет? Я хочу продолжение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Шикарный видос. Не забывайте переходить по... Ролик, как обычно, получился офигенным. Спасибо большое вам, тушечкам, за поднятое настроение. Я очень, если честно, хочу узнать продолжение. Что же было дальше с этим талисманом? Потому что интересно. И как Рома превратился в голума. Я думаю, вы тоже это хотите, поэтому... Заспамьте им, пожалуйста, комменты. Я хочу на это посмотреть и надеюсь, когда-нибудь будет. Вот. Шикарный ролик. Лайк у себя уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. С вами, как всегда... Ну и что? Все интересующие вас ссылочки в описании. Ну, с вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.